Русская военная музыка Пребольшая То, что музыка – это огромный мир, в котором есть место самым разным мыслям, чувствам, идеям, настроениям, ни у кого не вызывает сомнений Музыка может быть печальной и радостной, медленной и бурной Под нее можно мечтать, танцевать, да и вздремнуть тоже неплохо Но иногда музыка и музыкальные инструменты способны рассказать совсем о другом О подвигах, о доблестях, о воинской славе Сегодня поговорим о военной музыке Музыка – марш Преображенского полка Музыка – марш Преображенского полка Музыка – марш Преображенского полка Это знаменитый марш Преображенского полка Или, как его еще называют, марш Петра Великого Один из самых старинных русских военных маршей Вы наверняка его хорошо знаете Он обязательно звучит в День Победы 9 мая во время парада на Красной площади По поводу того, кто его написал, было много споров среди историков Кто-то говорил, что мелодия его пришла к нам из Швеции Кто-то, что ее сочинил немецкий композитор Хассе Но все же большинство исследователей считают, что написал Петровский марш Русский композитор, имя которого затерялось в истории Вообще-то военная музыка появилась очень давно Еще у древних народов Египта, Вавилонии, Палестины, Персии, Китая и Индии В гробнице фараона Тутанхамона обнаружили египетскую военную трубу Относящуюся к XIV веку до н.э. По свидетельству греческого историка Фукидида Свои традиции военной музыки были и у воинов Древней Греции и Рима Греки, например, при осаде Трои, звуками трубы поднимали дух наступающих воинов В Македонии на поле боя играли флейты, в Карфагене цитры – это что-то вроде гуслей У римлян рога и трубы Хоровое пение варваров внушало римлянам страх Позже в Киевской Руси военные походы тоже сопровождались музыкой Ее специально играли на трубах, бубнах, сапелях – это такие деревянные дудки Были и другие инструменты, сегодня их название для нас звучит странно и удивительно Накры, набаты, сипоши, тулумбасы Все вместе они составляли ансамбли, на Руси их называли сыгрышами Как ныне сбирается вещий коллег Отмстить неразумным казарам И веселые нивы за войны навек Обреком, мечом и пожаром Отмечаем церковь, игрой победы Мы победили, и враг не жили Мы все взорвем, за плодину сапелу Мы не глянем, кто поет Ура, ура, ура! Мы все взорвем, за плодину сапелу Мы не глянем, кто поет Ура! С дружиной своею в царьградской броне Нескополь уйдет на верном коне Из томного леса навстречу ему Идет вдохновенный кудесник Здорово, кудесник! Здравия, 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 здравия Этот громче путь всегда, мирой победит он Мы победили, мирой бежит Мы за царем, за родину, за ветром Мы грянем в новое урро Гром, 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 за царем За родину, за ветром Мы грянем в новое урро Скажи мне, кудесник, люби без богов Что сбудется в жизни со мною И скорой на радость соседей врагов Покину и засыплю землей Не моим знать ваш дирьство Как громче музыка Играй победу Мы победили Играй бежит Как за царем За родину, за ветром Мы грянем в новое урро Урро, урро Как за царем За родину, за ветром Мы грянем в новое урро Скажи мне всю правду Не бойся меня Награду возьмешь ты любого коня Поконящим благодарим Ваш Динсклав Короче, музыка Играй победу Мы победили Играй бежит Играй с царем За родину, за ветром Мы грянем в новое урро Урро, урро Ваш дождь За родину, за ветром Мы грянем в новое урро Спасибо, молодцы За песню Раз, раз, ваше динь, два Как громше музыка Играй победу Мы победили Играй бежит Военные трубы упоминаются в слове о полку Игореве В сказании о Мамаевом побоище Одно из самых ранних упоминаний о трубе Находится в повествовании об осаде Киева В 968 году Осажденные киевляне Известили о своем отчаянном положении Воинов-воеводы Притича Стоявших на другом берегу Днепра Те сели в лодки и затрубили в трубы К ним присоединились и городские трубачи Печенеги решили, что на помощь осажденным Пришел князь Святослав И отступили Со второй половины XVI века И особенно в середине XVII На службу к русским царям Стали приглашать иноземных виртуозов-трубачей Началась подготовка своих Отечественных музыкантов-исполнителей На духовых инструментах А при Иване Грозном в 1547 году Был создан приказ Большого дворца В том числе и для управления военной музыкой Огромное значение военной музыке Придавал Петр I Он считал, что такая музыка Укрепляет дисциплину в войсках Поднимает моральный и боевой дух воинов При Петре I возникли первые военные оркестры Как обязательные воинские подразделения Это были оркестры при Семеновском и Преображенском полках Именно эти оркестры играли на парадах В честь победы в Северной войне А марш Преображенского полка С которым мы начали нашу программу Даже стал со временем Неофициальным гимном Российской империи Военные оркестры обязательно принимали участие В торжественных церемониях В декабре 1709 года Москва встречала победителей Полтавской битвы Во главе колонны шел Семеновский полк Перед которым следовали трубач или таврщики В колонне шли пленные шведы В числе которых было 129 музыкантов Многие из них потом перешли на русскую службу Трофейные музыкальные инструменты Везли на 54 повозках Сам Петр шел во главе Преображенского полка Под звуки труб И при развернутых знаменах Славы турки нас и шведы И про нас известен свет На сражения, на победы Нас всегда сам царь ведет С нами трудом разделяет Перед нами он мая Счастье вся без нас считает Убереть его глаза Славны были наши деды Помнят их и шведы ля И борел орел победы На болтавских на полях Знана и пока пленяет Русский шик наш военный бой Он и нам напоминает Как ходили деды в бой Сверх нашли четырехранный голос Чести нет замок Так пойдем вперед Мы славно грудью Первый русский полк Государя по присяге Нередко военные оркестры привлекались и для придворных церемоний Коронаций, вошествие на престол, венчание, ассамблей, балов Вот одно из свидетельств современников В первый день светлого праздника Пасхи 1723 года Перед императорским дворцом собрались с музыкой Постепенно роль военно-музыкальной службы в войсках стала расти Штатные военные оркестры появились не только в гвардии, но и в пехотных полках Военных музыкантов тогда называли габаистами Обычно в оркестре их было девять, да еще шестнадцать барабанщиков В уставе воинском, который был утвержден Петром I в 1716 году, роль военной музыки еще более возросла И, конечно, особенно важна была сигнальная служба В указе Петра I содержались точные указания о том, как, например, бить зорю Есть там такие слова Понеже в битье зорь великое в войне дело зависит А именно целость всего войска Понеже, когда пробьют вечернюю зорю Тогда запрут ход и караулы умножат И опасно ночь блюдут, за которыми все войско опочивает безопасно И когда утреннюю бить станут Повинны все встать и не спать Понеже вход отпирается Все строевые команды воинов-кавалерей Осуществлялись трубными сигналами В 5 часов утра звучал сигнал подъема В 7 – к чистке лошадей Затем сигнал к водопою И так далее К концу XVIII века состав военных оркестров Значительно увеличился Были учреждены гарнизонные школы В которых дети военнослужащих обучались грамоте, военным наукам, пению по нотам, игре на музыкальных инструментах В военное время оркестры участвовали в боевых операциях Сопровождали войска при переходах Поднимали дух воинов, скрашивали часы отдыха на привалах А подчас и сражались с противником Известно, что за отвагу в знаменитой Полтавской битве Петр I собственноручно отметил наградами ряд музыкантов Во время боя войска обычно строились в форме каре Это такое построение в виде квадрата или прямоугольника Внутри каре был оркестр А иногда и обоз У музыкантов были специальные нашивки на рукавах И специальные наплечники и нашивки на мундире Чтобы их издалека было видно Вообще одежда музыкантов выглядела очень красочно На киверах и касках Все это головные уборы Были красные султаны А рукава и грудь мундиров Расшивались желтой или белой тесьмой Военные музыканты считались очень ценными На их воспитание и образование Надо было потратить много времени, сил и средств В сражениях с европейцами было негласное соглашение По музыкантам не стрелять А вот турки музыкантов не щадили В бою при Гаджигасанлар Участвовал лейбгвардии егерский полк Бой был жаркий И вдруг одно турецкое ядро попадает в оркестр Оркестр замолкает Потом снова начинает играть Еще одно турецкое ядро И опять в оркестр И вновь тишина И снова музыканты поднимаются И начинают играть В память об этом мужестве военных музыкантов Родилась традиция исполнения старого егерского марша Делать две паузы Прерывать музыку Позже, уже во времена Николая Первого Вместо пауз стали кричать Ура! И такое исполнение марша утвердил сам государь Это стало памятником подвигу русских военных музыкантов Егерского полка Музыка Старый марш егерского полка Делать две паузы Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Крупнейшие русские полководцы Не раз подчеркивали огромное значение военной музыки В инструкции Александра Васильевича Суворова От 1799 года Есть такие слова В тысячи шагах от неприятеля Всегда строиться в две линии И потом с музыкой Обыкновенным шагом Подойти на 300 шагов от противника А дальше Войска трогаются усиленным шагом С музыкой С распущенными знаменами Суворов не раз ставил задачи военным музыкантам Так перед сражением на реке Трембей он приказал При ударах делать большой крик И крепко бить в барабан Музыке играть Где случится Но особливо в погоне Крепость Измаил Суворов брал под марш 11-го гвардейского Гренадерского фоногорийского полка Суворов был шефом этого полка К тому же очень любил музыку Моцарта А марш этот Написан на мелодию Арии Фигара Мальчик резвый, кудрявый, влюбленный Из оперы Свадьбы Фигара Именно тогда Александр Васильевич Суворов Произнес свою крылатую фразу Музыка удваивает Утраивает армию С распущенными знаменами И громогласной музыкой Взял я Измаил Русская военная музыка О подвигах О доблестях О серебряных трубах И победных маршах Марш фоногорийского полка В 1791 году По случаю взятия Измаила По заказу Григория Потемкина Для праздника в честь Екатерины II В Таврическом дворце Прозвучало произведение Осипа Козловского Торжественный полонез Написанное на стихи Гаврила Державина Гром победы раздавайся Стал таким популярным Что исполнялся вплоть до 1816 года На всех официальных Торжественных церемониях По сути это был Государственный гимн того времени Торжественный полонез Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Во времена царствования императрицы Елизаветы Петровны Отличившиеся в боях полки Стали наряду со знаменами и орденами Награждаться серебряными Георгиевскими трубами Символами воинской доблести и славы Первое награждение серебряными трубами Произошло в 1737 году Их вручили одному из батальонов Измайловского полка Отличившемуся при взятии крепости Очаков 24 ноября 1769 года В день тезаименитства, то есть именин Екатерины II В русской армии был учрежден императорский военный орден Святого великомученика и победоносца Георгия Тогда же в число георгиевских отличий Наряду с крестами, золотыми саблями Были введены серебряные трубы Они действительно делались из монетного серебра И были очень дорогими Георгиевская серебряная труба считалась более высокой наградой, чем обычная Она вручалась только за особые военные доблести На ее раструбе был накладной георгиевский крест С цветным эмалевым изображением Георгия Победоносца Первым в русской армии георгиевские трубы Получил 6-й егерский полк Который позже стал 104-м пехотным полком генерала Багратиона Такие трубы тщательно охранялись Наравне со знаменами Играли на них только в особо торжественных случаях А попытки самовольного приобретения серебряных труб Очень строго пресекались Конечно, важнейшим инструментом в военном оркестре был барабан Сначала корпус барабана делали из дерева Но уже после 1739 года из меди или латуни На ободе, то есть на боках барабана Располагались раскрашенные треугольники Цвет их не был случайным Он обозначал принадлежность к тому или иному роду войск Иногда барабаны делали из серебра Кстати, сам Петр был отменным барабанщиком По свидетельству его современников Во время посещения Дрездена в 1698 году Петр гостил у князя Фёрстенберга Вот как об этом рассказывал один из очевидцев Развеселившись, он взял у одного из своих барабанщиков барабан И барабанил так искусно, что своим искусством даже превзошел настоящих барабанщиков Известен и другой эпизод, в котором Петр I выступил главным барабанщиком После многочасового штурма крепости Орешек Прозвучал томат Сигнал к переговорам Ответный барабанный сигнал пробил сам Петр Алексеевич В русской армии был еще один ударный инструмент Литавры Это была принадлежность исключительно конницы Для обычных полков литавры делали из меди А для гвардейских – из серебра Располагали литавры на лошадях Вот свидетельство одного из современников На каждую лошадь полагалось иметь две литавры Одна из них подвешивалась с правой А другая – с левой стороны седла Обязанности литаврщика состояли в подаче соответствующих команд По указанию старшего по чину По этой причине литаврист всегда находился впереди полка Следом за командиром Большую роль военные оркестры сыграли во время Отечественной войны 1812 года В истории лейб-гвардейского преображенского полка говорится На Бородинском поле всякий раз командир бригады с барабанным боем Вел свои войска вперед, чтобы встретить кавалерию штыками В начале 1814 года русские войска вместе с союзниками вступили в пределы Франции В середине марта бои шли уже на подступах к Парижу Очевидцы этих событий сообщали Граф Лонжерон послал музыкантов Рязанского полка На самую высоту стоявшей там ветряной мельницы Они заиграли марш От них переняли другие полки И Монмартр за несколько мгновений до того грозившей смертью Превратился в место радости Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Русские войска входили в Париж с распущенными знаменами, барабанным боем и музыкой В Московском музее музыкальной культуры имени Клинки бережно хранится целая коллекция серебряных труп того времени Несколько труп – награда украинскому казачьему войску, в составе которого было четыре полка Интересно, что в третьем украинском казачьем полку служили замечательные музыканты Вилончелист Матвей Вильгорский и композитор Александр Алябьев, автор знаменитого романса «Соловей» В послужном списке Алябьева участие в битве при Фер-Шампенуазе Это такое небольшое местечко в 120 километрах восточнее Парижа Сражение показало высокие боевые качества русской кавалерии и героизм русских воинов Эту битву историки называют преддверием покорения Парижа и падения Наполеона 19 георгиевских труп были пожалованы лейб-гвардии Драгонскому полку, принимавшему участие в этом сражении В годы Отечественной войны 1812 года возникает много замечательных произведений Среди них марши и песни Алябьева, Козловского, Титова, Кавоса Делаются первые шаги к созданию оригинальных произведений для духовых оркестров Сохранилось даже крылатое выражение того периода Военный оркестр – это визитная карточка полка Начиная с 1857 года каждый полк по предписанию военного ведомства имел свой собственный церемониальный и встречный марш В 1882 году в Санкт-Петербурге был создан первый в России военный оркестр В обязанности которого входило участие в государственных церемониях Музыканты оркестра играли во дворцах во время приемов иностранных послов И при мероприятиях, проходивших в присутствии императора А в 1867 году оркестр лейб-гвардейского кавалергардского полка Даже принял участие в международном конкурсе военных оркестров в Париже Во время Всемирной выставки Он стал одним из победителей этого состязания Покорив парижан высокой исполнительской культурой Однако в начале XX века В ходе русско-японской и Первой мировой войны Военным музыкантам вновь пришлось выйти на передовую В 1904 году в небольшом уральском городке Златоуст Был расквартирован Макшанский резервный полк Под командованием полковника Павла Петровича Побыванца Уже шла русско-японская война И 31 мая на Урале была объявлена очередная частичная мобилизация Отовсюду по железной дороге в Златоуст начали прибывать солдаты Корреспондент газеты «Уральская жизнь» писал Город сразу стал неузнаваем Казалось, будто целый уезд направился в свой центр Не так много солдат, как провожающих На каждую сотню мужчин приходится Три-четыре сотни женщин и детей Слышен только плач Женский, детский Будущие герои выглядят бодро После сколачивания подразделений началась подготовка к отъезду на фронт В связи с этим части корпуса посетили император Николай II и его брат Михаил К приезду высочайших особ городские власти срочно выровняли плац военного городка И отремонтировали шоссе, ведущее от вокзала в город День выдался по-уральски пасмурным, холодным То и дело срывался дождь Император приехал в сопровождение большой свиты Он последовал в военный городок, находившийся примерно в версте от вокзала Где его уже ждали 214-й и 282-й полки Личный состав был в походной форме Построен побатальонно В тылу батальонов находились полковые обозы и патронные двуколки После объезда полков состоялось прохождение церемониальным маршем Играл оркестр, которым лихо руководил молодой капельмейстер Илья Шатров Играл оркоп Играл оркоп Играл оркоп А затем, как сообщала местная пресса, «Государь-император выехал на середину фронта и в милостивых выражениях напутствовал полки в поход, благословив при этом святыми иконами». Иконами этими были образы Николая Чудотворца. В тот же день, в 10.44, императорский поезд покинул Златоуст, отправившись снова на запад. В своем дневнике 30 июня Николай II отметил. После встречи поехали на парад, на котором представились отлично полки 214-й Макшанский и 282-й Черноярский. Местоположение было очень красивое. Горы – кругом площадки парада. Дождь прошел, и даже показалось солнце. А уже 4 июля город провожал 214-й Макшанский полк. Для солдат за счет пожертвований горожан было устроено угощение на плацу военного городка. Офицеров честовали в клубе, причем командиру полка, полковнику Павлу Петровичу Побыванцу от Златоустовского казенного оружейного завода была вручена сабля с гравировкой. 13 июля шестью эшелонами полк убыл на Дальний Восток. За месяц по транссибирской магистрали добрался до Маньчжурии и 31 июля 1904 года разгрузился в Мукдене, войдя в резерв армии. А в феврале 1905 года состоялось самое кровопролитное и масштабное сражение этой войны при Мукдене. Сражение, которое прославило имя Макшанского полка, а также военного капельмейстера и композитора Ильи Шатрова. Будущий капельмейстер родился в купеческой семье 1 апреля 1879 года в уездном городке Землянске Воронежской губернии. Его отец, Алексей Михайлович, имел булочную и чайную. После того, как отца призвали в армию, семейное дело возглавил брат отца Михаил. Отец вернулся из армии и устроился на службу в земство. В отсутствие отца воспитанием Ильи занимался дядя Михаил, который способствовал развитию у мальчика музыкальных способностей. Он купил племяннику балалайку и гармонь, и начинающий музыкант освоил их самостоятельно. Семья была многочисленная, дружная и музыкально одаренная. Примечательно, что дочь Михаила, Елена, также связала свою жизнь с музыкой. Она окончила Московскую консерваторию и впоследствии пела в Большом театре. После смерти отца мальчика определили через местного уездного воинского начальника воспитанником взвода трубачей в Гродненский гусарский полк, Варшаву. В полковой музыкальной команде мальчик быстро освоил барабан и духовые инструменты. В 1895 году он поступил в Варшавский музыкальный институт. Учебу Шатров завершил успешно, и Педагогический совет института в 1900 году постановил. По выдержании экзамена признал ему Шатрову право на звание военного капельмейстера. Службу Шатров продолжил в 214-м Макшанском пехотном полку, расквартированном в Екатеринбурге. Молодой капельмейстер принял музыкальную команду, о которой скоро заговорили не только в части, но и в городе. Газета «Урал» 1 июня 1903 года сообщала. Военный оркестр Макшанского резервного батальона в числе 18 человек на днях прибыл в Екатеринбург на постоянное жительство. Теперь, по крайней мере, музыкальный слуг местных жителей не будут резать дисгармонические звуки существующего у нас духового крыловского квартета, играющего на катке. Через два дня, 3 июня, та же газета писала. Во время бегов играл хор музыки 214-го Макшанского батальона. Исполнение прекрасное. Видно знание дела и большая подготовка. Людям, незаинтересованным спортом, стоило быть на бегах даже ради того, чтобы послушать музыку военного оркестра, превосходящую исполнением наши бальные оркестры. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Игра военного оркестра впечатлила Екатеринбург, но музыканты недолго радовали горожан. В конце января 1904 года 2-й батальон Макшанского полка, при котором состоял оркестр Шатрова, перевели из Екатеринбурга в Златоуст. Здесь Илья Алексеевич и познакомился с местными любителями музыки, священником Симеоновской церкви Лавром Фенелоновым и его женой Ольгой. В музыкальный кружок также входили врач заводского госпиталя Эдуард Шлиппер и учитель Евгений Симбирцев. Оба играли на скрипке. Шатров приобрел поддержанное пианино и продолжал занятия композицией. Но всего через несколько месяцев музыкальные собрания, да и сама мирная жизнь вспоминались как прекрасный сон. Полк оказался в гуще войны. 18 февраля 1905 года под Мукденом Макшанский полк вступил в сражение с атакующими силами японской армии. 11 дней макшанцы держали оборону и контратаковали неприятеля. Они прикрывали отступление русской армии и не давали японцам окружить наши войска. На 12-й день японцы окружили полк. Силы оборонявшихся были на исходе. Боеприпасы заканчивались. Тяжелораненый полковник-побыванец командовал «Знамя и оркестр вперед!». Капельмейстер Шатров вывел оркестр на бруствер окопов, отдал приказ играть боевой марш и повел оркестр вперед за знаменем полка. С громовым «Ура!» макшанцы вновь и вновь бросались в штыковую, отбивали атаки врага и, наконец, вырвались из окружения. Все это время оркестр не смолкал ни на минуту, хотя уже палит трубачий барабанщик, а к концу боя из 61 музыканта в живых осталось только семеро. Умирающий командир полка не дал себя вынести с поля боя, пока не убрали всех раненых солдат. За героизм в этих боях воины-макшанцы были представлены к наградам и знаком отличия. Нагрудным для офицеров, на головные уборы для нижних чинов с надписью «За отличие» в русско-японской войне 1904-1905 годов. Семеро музыкантов полкового оркестра были награждены знаками военного ордена, а оркестр получил серебряные трубы. Приказом командующего 1-й маньчжурской армии от 2 апреля 1905 года за отлично усердную службу при военной обстановке дирижера Илью Алексеевича Шатрова наградили серебряной медалью с надписью «За усердие» для ношения на груди на аннинской ленте. 24 октября того же года капельмейстер Илья Шатров был удостоен серебряной медали за отлично усердную службу и особые труды, однако это было нарушение правил награждения. Дважды вручена одна и та же медаль. Поэтому новым приказом капельмейстеру Макшанского полка последнюю серебряную медаль заменили на золотую. А вскоре он получил первый чин по табеле о рангах коллежского регистратора и мог претендовать на орден. 20 января 1906 года последовал приказ. Капельмейстера 214-го Макшанского полка Илью Шатрова «Взамен пожалованной золотой медали с надписью «За усердие» для ношения на груди на Станиславской ленте награждаю за разновременное отличие против японцев орденом Святого Станислава Третьей степени с мечами». Но итоги тех боев для Макшанского полка оказались трагическими. Если перед войной полк насчитывал около четырех тысяч воинов, то после боев осталось всего 700 человек. В сентябре 1905 года война с Японией завершилась. Макшанский полк еще восемь месяцев находился в Маньчжурии. Лишь в мае 1906-го вернулся в Златоуст. Война оставила глубокий след в душе Ильи Шатрова. Он был потрясен гибелью товарищей, страданиями, всеобщим безумием, а летом 1906-го года он написал вальс, мелодия которого обессмертила его имя «Макшанский полк на сопках Маньчжурии». Он посвятил его своим товарищам, которые остались лежать вдали от родины. Автору было всего 27 лет. Илья Шатров был не одинок в своем душевном порыве. В те годы появилось много произведений, навеянных дальневосточными событиями, в том числе и знаменитая песня о подвиге крейсера «Варяг». Музыканты вместе с армией переносили все тяготы войны, принимали участие в боях. О героизме музыкантов свидетельствовали списки награжденных. При этом дирижеры русской армии не имели офицерских чинов. Большинство из них были вольнонаемными. В руках у них были только музыкальные инструменты. В сентябре 1906-го года полк был направлен в Самару. Здесь Шатров познакомился с Аскаром Филипповичем Кнаубом, композитором и нотоиздателем. Кнауб помог издать ноты вальса. А вскоре состоялось и первое исполнение вальса полковым оркестром. Газета «Городской вестник» от 29 апреля 1908 года сообщала. В Струковском саду с 24 апреля играет оркестр квартирующего в Самаре Макшанского полка под управлением капельмейстера Шатрова. Публика, приученная к бравурному строю всевозможных попури, молча встретила игру оркестра, хотя разыгрываемые пьесы были разработаны довольно солидно и добросовестно. Да, вот так прохладно отнеслась публика к этой волнующей мелодии. Но уже очень скоро вальс стал невероятно популярен. Его ноты переиздавались 82 раза. Некоторые издания вальса сопровождались авторскими ремарками к музыкальным фразам «Грустно» или «Разговор о сиротелых женщин», «Разговор солдат». А за ремарку «Гнев солдат» кавалера ордена Станислава даже вызывали в полицейский участок. Произведение стало звучать и в грамзаписи. Только за первую половину декабря 1910 года фирма «Занофон» продала 15 тысяч пластинок. В те годы вальс на сопках Маньчжурии пели и играли повсюду. За рубежом его даже называли «русский национальный вальс». К мелодии сочиняли стихи. Известно несколько вариантов. В апреле 1913 года капельмейстера Илью Шатрова уволили в запас. В 1918 он оказался в Сибири. В Новониколаевске, ныне это Новосибирск, музыкант тяжело заболел тифом, а когда выздоровел, город был уже занят красными. В 1919 году его мобилизовали в Красную армию и назначили капельмейстером во 2-й кавалерийский полк 5-й армии. Через два года он демобилизовался. В 1920-е годы Илья Алексеевич Шатров преподавал музыку. Великую Отечественную войну он встретил на боевом посту. В годы войны капельмейстер руководил оркестром танкового полка гвардейской механизированной дивизии. Вновь музыка Шатрова звучала на фронте и звала солдат на подвиги. Его поет Утесов, записывает Козловский. За участие в Великой Отечественной войне Илья Алексеевич Шатров был награжден орденом Красной Звезды, медалями за отвагу и за боевую доблесть. В общей сложности он участвовал в четырех войнах. В 1945 году появилось последнее произведение известного капельмейстера «Голубая ночь над Порт-Артуром». Его содержание просто и поэтично. В краю синих сопок в братских могилах спят русские воины. Поклониться им пришли внуки и правнуки. Теперь они охраняют покой героев двух войн. За их спиной великая страна-победительница. В их сердцах «Любовь к родине». С 1947 года Илья Шатров руководил военным оркестром 100-го полка 31-й гвардейской механизированной дивизии в Закавказском военном округе. Здесь ему присвоили звание майора. Начальник штаба полка в представлении отмечал. На практической работе показал себя добросовестным, честным, исполнительным и энергичным офицером. Музыкальный взвод, находящийся в подчинении товарища Шатрова в ряде лет по своей сыгранности и культуре исполнения репертуаров, имеет ведущее место. Являясь автором вальса «На сопках Манчжурии», владеет заслуженным авторитетом не только среди военнослужащих, а и всего народа Советского Союза. В 1951 году Илья Шатров вернулся в Тамбов, где до конца жизни преподавал в Тамбовском Суворовском училище. В областном краеведческом музее хранится богатый нотный архив музыканта и его личный инструмент труба. Макшанский полк на сопках Манчжурии так звучит полное название бессмертного вальса, Ильи Шатрова. Со временем первая часть Макшанский полк из названия исчезла, стало забываться и имя автора. Во всем мире теперь его знают как русский национальный вальс, как манчжурский бит, а у нас все чаще именуют просто старинным вальсом. В его печальной мелодии оживают воспоминания о далеких событиях столетней давности, о простых и мужественных людях, об их подвиге, воинском братстве и любви к родине. Сегодня мы перелистали лишь некоторые страницы из богатейшей летописи, в которой оживают подвиги русских военных музыкантов. Эта летопись не закончена. В ней есть место и сегодняшним событиям, и нашим современникам. Серебряные трубы, трубы доблести и славы продолжают петь.